25 июня в Вильнюсе состоялось причисление к лику блаженных архиепископа Теофила Мутулениса. Многочисленные паломники уже с утра стекались к площади у Кафедрального собора, где на специально оборудованной сцене должна была состояться торжественная месса. Это был праздник, охвативший всю Литву. Впрочем, из Санкт-Петербурга Вильнюс тоже приехало несколько десятков паломников. И это неудивительно. Он возрастал к святости на российской земле. То есть учился в семинарии, был священником, служил векарным, позже настоятелем, строил храм, позже епископом. То есть это, можно сказать, его жизнь проходила на наших территориях. И для нас это, конечно, тоже такая гордость, можно сказать, что из наших земель новый святой, новый блаженный. Теофил Матульонис – выпускник Петербургской семинарии. Настоятель и строитель Петербургского храма Сердца Иисуса. В 1929 году был тайно рукоположен во епископа и назначен векарем апостольского администратора Ленинграда. Когда после многих лет заключения он вернулся в Литву, то все равно не оставлял свою петербургскую паству. Для Матульониса Россия была очень важна. Есть документы, где он, как епископ Крещадорский, он пишет Папу Римскому и спрашивает, есть ли возможность вернуться. Он всегда писал вернуться в Россию. Торжественную мессу возглавил префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амата. Казалось, что вся Литва прибыла на богослужение. Среди священнослужителей были и представители России. Архиепископ Павел Петса из Москвы, епископ Иосиф Верт из Новосибирска и священники из Санкт-Петербурга и Калининграда. В начале мессы епископ Крещадорский Ионас Иванаускас обратился к кардиналу Анджело Амата с просьбой о биотификации Теофила Матульониса. После чего префект Конгрегации по канонизации святых зачитал акт причисления к лику блаженных мученика архиепископа Теофила Матульониса, подписанной Папой Франциском. Только после этого был открыт портрет новомученика, рядом с которым был торжественно установлен саркофаг с его телом. Теперь католики Литвы и России получили еще одного небесного соступника. Многонациональный характер католических общин наших стран подчеркивали литургические чтения и молитвы верных, звучавшие на разных языках, в том числе и по-русски. Атмосфера на самой мессе, как и проповедь кардинала Амата, подчеркивали самую главную черту судьбы блаженного Теофила Матульониса. Любить врагов – это то, что он сделал. Любить врагов – это обновление нашего призвания как христианинам. Поэтому, как не благодарить Богу за то, что он дает как печать, что это задача наша – любить врагов. Погибший от рук безбожников архиепископ Теофил жил во времена во многом отличные от сегодняшних. Но до сих пор его пример может быть для каждого из нас актуален, несмотря на то, что границы между атеизмом и верой не столь родительны, как в те годы. Когда он был в тюрьме, в лагерях, на соловках, он везде жил как исповедник Церкви Христова и как исповедник проповедовал Евангелию. И для того он может тоже много сказать человеку сегодня, верить, что Христос уже победил. И эта надежда, эта вера в победу добра над злом, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, каким бы тяжелым ни был сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok